Говорить о лабораторном секторе и нашей экономике требует очень большого времени, потому что она объемночная. Но с учетом наших реальностей я хочу сделать вывод из такого большого исследования, которое мы проводим вместе с заведующим кадром экономики Национального лабораторного института Армении, кандидатом экономических наук, ацентом Бартаном Санделовичем Орексанятом. Одной из важнейших задач естественного социально-экономического развития Армении является обеспечение продовольственной и безопасности, и независимости. Поскольку и безопасность, и независимость обусловлены состоянием аграрной отрасли, вы провели анализ производства основной сельскохозяйственной продукции, начиная с 2005 года и 2021 год. Анализ которых свидетельствует, что до 2015 года постоянно увеличивались объемы сельскохозяйственной продукции. По сравнению с 2005 года было произведено больше на 61% сельскохозяйственной продукции, 88% винограда, 55% овощей, 35% картофель, 78% мясо-ската и птиц, на 27% больше яиц и 22% молока. Однако, начиная с 2017 года, объемы продукции резко сократились. По сравнению с 2015 года, 2020 года, было произведено меньше зерновых на 395 тысяч тонн картофель, картофель – 338 тысяч тонн, овощей – 380 тысяч тонн, ладовая ягодная продукция – 139 тысяч тонн. В 2021 году тенденция спада продовольственной продукции стратегического назначения продолжилась. Анализ разных библиотек показывает, что в структуре зерновых наивысший удельный вес принадлежит шипиц 80% рублей. В 2006 году, в связи с ростом объемов импорта кукуруза, удельный вес кукуруза в структуре импорта вырос с 4 до 15%. Параллельно с этим, в объемах импорта уменьшилось в более других взаимодействиях. Объемы внутрозерновых взаимосвязанных, естественно, с объемами их производства, следовательно, с размерами посильных площадей и уровнем урожайности. В целях появления этой взаимосвязи мы рассчитали степень зависимости от импорта основных видов зерновой продукции за 2000 по 2020 год. И из расчета видно, как колебалась степень зависимости. В 2016 году она составляла 44%. А в последующие годы эта тенденция резко подобралась в 5. И в 2020 прошла на 76%. Тот же первый заметно увеличил степень зависимости от импорта кукуруза. В 2013-20 годах в объемах импортов зерновых среди региональных стран второй после России была доля Украины. В 2013-2015 годах доля Украины сократилась с 10,5% до почти 3%. И оставалась незначительной в 2018 году. В 2019-2020 годах она составила соответственно 4,9-4%. В этот период по объему импорта зерновых доля Евразии и Европейского Союза и других стран в разные годы колебалась в пределах 0,5-6-0,5%. И только в 2020 году доля ЕС и других стран заметно повысилась в составе 25,5%. По нашей оценке, в условиях членов Армении и Евразийского экономического союза резкое повышение доли Европейского Союза в структуре импорта зерновых не вытекает из логики развития единств экономических интеграционных процессов и в этом смысле необходимо провести всесторонний анализ и четкое таргетирование государственной политики, поскольку убеждены, что иной альтернативы импорта зерновых кроме рынка России в первую очередь и в целом Евразийского экономического союза нет. Существенное влияние на развитие, как говорят, способных животноводства имеет состояние производства кормов, поскольку обеспечение оптимального пищевого рациона животных попросту невозможен из высокого уровня кормовой базы и кормовой обеспеченности. Для животных после 2016 года фиксируется значительное, а самое главное опасное сокращение пассивных площадей кормовых культур в среднем примерно на 9% в год. Фактически сократилось более одной трети всей основной кормовой базы республики. Одной из проблем продовольственной безопасности Армении является увеличение объемов производства зерновых культур, следовательно повышение степени самодостаточности на части основной кормовой продукции. Хотя невозможно 100% обеспечить самодостаточную мыфу этой продукции, но все равно есть возможность путем повышения отцепа урожайности частично сверчить данный вопрос. А так, в последний период, в 2016-2020 годах, в Армении зафиксировали спад объемов производства пшеницы в среднем на 55 тысяч нового года. В результате в 2020 году объемы производства пшеницы составили 132 тысячи долларов, что более чем на 50% уступает уровню 2011 года. И, как следствие, эти сокращения